всем привет вы на канале макс граф сайта как страсть сегодня мы поговорим про пиксель перфект что это такое для чего используется и как собственно использовать поехали итак что же это такое это определенная техника верстки сайтов когда вы выставите четко по макету вы можете спросить ну у нас же есть макет у нас же есть отступы размеры и так далее зачем нам какие-то специальные техники мы и так берем размер из макета и все но нет не все это просто на самом деле и давайте разбираться так почему эту технику многие не любят многие боятся они думают что действительно это много времени занимает то есть гораздо больше времени занимает верстка перси перфект чем просто по макету по отступам ну я бы сказал что это не совсем так потому что если вы уже привыкли то вы будете делать пиксель перфект даже быстрее чем обычную верстку у меня по опыту так я сверстал уже много макетов пиксель перфект и буквально там после пятого макета уже приходит автоматизм такой да я уже не смотрю в принципе отступы вообще в макете макете я смотрю только там размеры шрифта цвета какие-то там иконки забираю а отступы и вообще не смотрю потому что я все делаю пиксель перфект вот почему же у нас не получается взять данные с макета и просто радоваться жизни так сказать давайте посмотрим если мы сейчас вот здесь выберем слово история у него будет определенная там размера отступы да но если мы сейчас зайдем давайте в код пен откроем новый пен и какой-нибудь заголовок ну допустим h1 создадим напишем здесь hello world и перспектируем заголовок когда он появится смотрим нас не интересует отступ и сейчас давайте мы сделаем для всех элементов margin 0 чтобы нам не мешал не смущалось сделали отлично особо больше нет но посмотрите что происходит с текстом когда я навожу на него так можно я выделю вода смотрите видите какие у него отступы вот от слова буквы l вниз еще есть отступ на пиксели 3 точно а то и больше 4 наверное и представьте что когда вы выделяете элемент в фотошопе условном вы выделяете у отступы без этих отступов ну и представьте что вот вы хотите снизу сделать кого-нибудь какой-нибудь абзац здесь будет допустим не знаю лором ру 5 какой-то абзац до вас появился не вот и выходить отступ между ним сделать 15 допустим h1 вооружем ботом 15 прибавляйте к этому еще и отступы при этом отступы есть как здесь ваш 1 они видны как так и в п в п тоже есть буквально один пиксель но все-таки есть вот и добавляйте постоянно а зависимости от шрифта скорее всего и отступы тоже будет меняться и поэтому на самом деле особо между ними не 15 а около 20 именно поэтому используют пикси перфект используют специальные вещи которые позволяют работать с ним ну чтож давайте теперь поймем что использует и как это дело я пожалуй вырежу вот этот вот макет взял тот который мне попался под руку на самом деле просто вот и давайте вырежем его на рабочий стол это картинка всего макета зайдем в папку я уже подготовил пустой проект вот он верстать мы конечно полностью не будем но так для примера кое-что подверстаем у нас пустая страница есть специальное приложение давайте перейдем в расширение зайдем в магазин расширений и здесь ведем perfect пиксел и мы видим что нам предлагает вот по его был ланг ход нажимаете сюда вот он это расширение для хрома которое позволяет вам вырастать пиксель perfect она у меня уже установлена поэтому я его ставить естественно не буду но вам пригодится и так вот она у нас давайте зайдем теперь на сайт нажимаем на него изначально она может выдавать ошибку потому что он изначально не поддерживать локальные сайты только сайты где-то на хостинге поэтому мы снова переходим в расширение нажимаем здесь на нашем плагине я у нас по пам пам вот он подробнее здесь выбираем на всех сайтах и здесь выбираем разрешить открывать локальные файлы по ссылкам чтобы локальные файлы тоже открывались принципе больше нам ничего не нужно из этих настроек но нужно будет из настроек самой программы и так как мы видим давайте добавим слой промо ведьмак он сейчас добавится загружается вот добавился в принципе он стал хорошо уже хорошо но во первых здесь очень важные есть настройки это видимость собственно чтобы было видно это что можно было зафиксировать его потому что если не фиксировать то можно вот так водить и это супер неудобно давайте вернем 00 и есть монохром на мой взгляд монохром очень удобен с ним верстать гораздо удобнее еще как вы можете видеть у меня пошел горизонтальный скрол ну потому что я сверху наложил картинку то есть дубы гардив этот плагин добавляет в верстку какой-то дефодом или не он ну в общем неважно какой какой-то сделал добавляет который собственно увеличивается почему так происходит потому что даже несмотря на то что у меня экран 1920 сам сайта 1903 потому что есть 17 пикселей скролла и когда в 1903 вставляется картинка 1920 возникает вот такой вот скромно 17 пикселей этого избежать можно двумя способами либо вы обрежете с двух сторон ваш макет пикселей по 10 чтобы вас стало 1900 в макете либо вы будете использовать девайс только у слабора которым я рассказывал в уроке про devtools открываете консоль нажимаете вот сюда кнопочку и здесь вы эти 1920 и тогда проблем не будет скрома не должно быть по мере я все равно почему то есть вот сейчас нет это просто нужно было обновить на бывает такое что он тупит немножечко нужно просто обновить плагин перезайти в девайс такой тулуар и будет все хорошо вот по настройкам самого плагина более детально всегда нужно ставить в по иксу 0 либо по серединке вот здесь кнопочка есть если у вас макет уже просто вот по игре тоже всегда 0 это обязательно и здесь всегда 1.0 это масштаб макета он всегда должен быть 1.0 то есть один к одному трогать это больше не нужно всегда 1.0 ну и представим ситуацию что у вас экран 1366 то вы вы должны в принципе сделать то же самое абсолютно то же самое то есть если у вас 1036 вы включаете девайс только у талабора выставляете 1920 и все хорошо будет если же у вас макет поменьше ну к примеру да допустим вот макет он поменьше шириной он 1440 и у вас экран также 1000 1366 вы просто выставляете допустим 1500 любое значение которое больше ставить его по центру вот этой кнопкой или ставите все будет хорошо вернем сюда выставим опять 1920 опять же видите может нужно перезайти вот возникает такая проблема поэтому отключаем плагин перезаходим включаем плагин все работает хорошо теперь ну и все теперь поэтому можно просто верстать я выделяю еще два вида верстки по пиксель перфект один простой второй для более продвинутых тех кто уже плюс минус понимает чтобы что происходит простой это когда вы просто берете какое-то расстояние из макета между между элементами допустим взяли 54 потом поняли что на пиксель перфект это не ровно и исправили это более простой ран второй более сложный это когда вы вообще не берете отступы из макета подгонять все сразу тогда у вас уже просто в голове так примерно будет возникать понимание что вот тут вот наверное где-то 40 пикселей и если не 40 вы потом просто подгоните не проблема вот ну здесь уже зависит от того как и что вы будете делать но давайте попробуем подверстать по быстренькому просто для примера чтобы вы понимали что будет происходить что-то фирма сегодня подтупливает я надеюсь что не будет она сильно тупить так давайте попробуем перезайти фигма не хочет не работать так так выделяем логотип наш отлично вроде пошло ну и сюда пока им джи все это скидываем дальше этот логотип нам нужен будет ну эти три иконочки мы потом наверно вырежем давайте поехали вы кстати заходим в индекс системы все как обычно у нас будет хэдер с классом хэдер у нас будет контейнер и у нас будет здесь что можем сделать либо два меню либо одно большое давайте сделаем на одном большое но для начала у нас будет хэдер лога с картинкой м джи много пинджи по-русски почему-то ну ладно это пока не важно лога назовем далее у нас будет нав хэдер нав нав здесь будет юл нав лист и умножить на 5 получается нав item и внутри а нав лист ссылки неважно какие и здесь у нас будет история открытый мир здесь будет логотип давайте сразу вставим наверно труда и так мы сделали логотип теперь давайте следующий у нас будет без теории и персонажи персонажи отлично но и у нас здесь будет еще так мы почему-то все делали в ссылке это ошибочка конечно но и будет вел что-то типа хайдер сошел сошел внутри будет ли ссылка сошел а этом умножить на 3 внутри будет ссылка сошел линк при этом мы здесь делаем сошел линк что там у нас первое не вижу не знаю видео какое-то но давайте сделаем youtube не важно принципе youtube здесь будет фб а третье но верно это инста инстам отлично но здесь уже можно ареалы был написать ну ладно это у нас честно не по этому уроку поэтому не важно так обновляем появляется здорово хорошо теперь давайте в стиле css ну вставил прямо напишем пожалуй вот у нас будет значит контейнер контейнер мы можем определить конечно же сразу приблизительно по ширине вот здесь нам показывает что он 1567 давайте пока поставим так 1567 скорее всего это не совсем так но мы это потом обозначим сразу поставим flex наверное же сколько там space between сразу же потому что нам здесь по-быстрому нужно сделать думаю мы так и сделаем здорово теперь нам нужно обратиться к хэдер окна в листу тоже дисплей flex line items центр вот давайте какой-нибудь фон зададим картинку я врезать не буду это долго какой-нибудь фон ну допустим вот такой вот так он не скопировался да у нас у нас ну выведем вот этот мы его зададим для body на тоже прям здесь вот что просто было виднее теперь для нав link color мы возьмем как с макета так идем сюда я в код и забираем это все в принципе все что нам нужно вставляем сюда нам не нужен фонт на самом деле фонт выйдет пусть будет функция 16 нам нужен хорошо и моим лог засадим сохраним обновим все равно почему-то не видим что странно так или наф-наф-наф есть тилли на файтом и наф-линк мне пришли назвал лист поэтому как бы ничего не работает странно почему я так назвал ну ладно обновляемся наф-линк а фонд-сайз у нас не применился а потому что он я его отсюда не забрал ладно мы его узнаем так не беда здесь вообще у нас какой-то специальный опять же поставим белый мы воспользуемся переменной который уже прописано заранее кто хочет того по переменным тоже говорите но все равно не показывает почему то что не так ground collect transparent неважно может быть и неправильно прописал сам цвет white color но да конечно же white color на кто хочет уропа переменам пишите это крутая тема разберем как это работает отлично итак давайте дальше я предлагаю у всех ссылок сделать отступ отступ мы можем посмотреть в макете почему потому что это горизонтальный отступ но можем и сами сделать в принципе давайте попробуем самостоятельно видим что меню кстати не по центру здесь немножко но это мы исправим марджин 0 но допустим 30 пикселей поставим пока что вот пока будет так теперь давайте иконочки иконочки здесь заберем первую назовем ее и у так и youtube заберем вторую фб и заберем третью фб у нас не экспортировался как надо так фб что с тобой заменим что с ним что вроде все ок но выглядит странно ладно так идем назад теперь у нас будет здесь social link вот размером можете спокойненько взять ну допустим это бы 20 на 20 и майн блок естественно бирамд репет ну и пит мы заранее задаем программ позиция центр и в принципе все но бы ранца из кого можно тоже сдать на всякий случай но теперь сошел pink youtube ground и мэйдж мэйдж и здесь мы выбираем youtube пинджи дальше фб и дальше инста фб фб 100 если не ошибаюсь там правильно назвали обновляемся до иконочки появились на месте пока закроем пирси perfect она мне нужен здесь что нам нужно будет сделать для social для social дисплей фликста желая на этом с центр все по стандарту вот и между пунктами и но мы можем посмотреть или на самом деле размер 12 6 давайте поставим 13 в общем left ставим 13 сохраним обновимся и глянем как будет выглядеть выглядит похоже но контейнер у нас явный тут давайте контейнер исправим для начала он примерно у нас 1585 сохраним теперь нам нужно будет у хэллера делать padding top ну где-то здесь наверно пиксели 30 должно быть так пиксели 30 но здесь еще кроме этого придется подвинуть здесь на самом деле чуть другие значения а именно где-то 25 так да примерно 25 здесь в принципе все ок можно так оставить здесь нужно будет опустить к сожалению вручную либо попробую здесь поставить онлайн это центр может быть это получится видимо да да хорошо здорово ну и в принципе что мы еще можем сделать попробуем можно пробовать у ссылок изменить отступы но здесь идеально не получится ну то что такое макета к сожалению лучше не сделать ну предлагаю все такие 33 где-то поставить чтобы было плюс минус одинаково но опять же если мы посмотрим макет скорее всего там просто вот сами расстояние между элементами не ровные 69 66 65 здесь 54 ну то есть разное расстояние к сожалению идеально ровно не получится можем попробовать еще с паддингом здесь поработать прям в консоли можем его подвигать попробовать ну попробовать что-то будет ну можно как-то так сделать но тогда с ушел лис у нас на будет немножко не такой немножечко не такой какой хотелось бы поэтому примерно вот так мы можем могли бы пойти дальше но это просто в заметного времени поэтому я думаю на этом все примерно я адресовал суть пиксель перфекта и я думаю вам плюс-минус теперь уже понятно что это на самом деле не так больно еще единственное что мы можем сделать кстати говоря это канав линк канав линк который у нас 3 можем сдвинуть его таким способом ну и это единственный способ сдвинуть так чтобы ничего ни на что не повлияло на самом деле поэтому к сожалению мы им воспользуемся хотя я не люблю конечно такую тему так нам нужно на файтом только вот но к сожалению макет такой макет но опять же иногда иногда полезно посмотреть на неправильный макет чтобы понять как правильно сделать итак в общих чектах я обрисовал что такое бексель бёрфик как им пользоваться где нибудь на днях ну не на днях точнее на неделях я хочу сделать видео где будем верстать вот поэтому вы пишите в комментариях что вам лучше кстати говоря делить видео на части и выпускать допустим две в неделю либо сделать сразу одно огромное видео часов на 4 на 5 и вы будете это смотреть пишите в комментариях это очень важно и вообще пишите как вам писать перфект нравится не или не нравится на мой взгляд это очень круто я уже не верстаю вообще без него в принципе потому что я понимаю что если потом я посмотрю и это будет неровно и мой мой персионист просто умирает на поэтому я рекомендую вам делать перси перфект это не сложно это легко и поэтому без проблем все делается в общем то все ставьте лайки подписывайтесь нажимайте на колокольчик подписывайтесь telegram и до новых встреч пока